Ребята, всем привет! Сегодня я хочу поговорить на такую тему, как то, что не нужно усложнять себе жизнь, тратить много времени, денег и почему стоит упрощаться. Свою мысль я хотел бы начать рассказа о маленьком мальчике Диме. Когда маленький мальчик Дима был подростком, он всегда мечтал тратить много денег, но когда он вырос, это оказалось не так прикольно. И когда уже он был на втором курсе, он решил запустить собственный продукт, очень классный, очень крутой, всем нужный, как ему тогда казалось. В итоге он его пилил очень долго, очень много времени, сил и ресурсов было потрачено. И вот он едет на огромную конференцию с хедлайнерами из топов российских банков. И казалось бы, вот момент истины, типа у тебя есть MVP, иди, продавай, общайся, почему нет? Ну и конечно же маленькому мальчику Диме не пришло ничего мне в голову, чем подойти к самому Олегу Тинькову. И в итоге это все закончилось не продажей MVP, а жестким кастдевом, причем в обратную сторону. И оказалось, что продукт не проработан от слова совсем. И таким образом и доллары в глазах улетучились, и шестизначная сумма на счету, и много-много потраченного времени. К чему я это веду? Упрощайте и не будьте маленьким мальчиком Димой. В последнее время я заметил, что многие из коллег проведут кастдевы, почитают аналитику, пообщаются с пользователями и так далее, и бегут пилить MVP. Но для чего оно вообще нужно? Что мы им хотим проверить? Мы хотим проверить, как оно работает и как нажимаются кнопочки? Наверное, нет. Я считаю, что в первую очередь нам нужно подтвердить гипотезу о наличии спроса на ваш продукт. Так, зачем усложнять? Давайте просто откроем тильду, запишем, напишем какой-то самый простецкий, самый обычный лендинг, впихнем туда все наши USP, которые мы хотим проверить, покажем нашему пользователю, каким удобным способом. Посмотрим конверсию и решим, стоит вообще этим заниматься или нет. К сожалению, я заметил, что многие этот момент пропускают и тратят кучу времени и ресурсов на разработку. Упрощайте. Более того, я считаю, что такой подход не менее репрезентативен, чем MVP, потому что сейчас, как я заметил, многим пользователям не нужен какой-то работающий продукт. Он больше идет в то, чтобы дать ему любимый продукт, чтобы пользователь мог показать вам, что у него действительно есть такая проблема и что вы можете помочь ему ее решить. И уже после подобных тестов, я бы назвал их fake door, в большей степени. Вы уже сможете сделать более точечный прототип, более точечное решение и именно основной проблемы, а не лепить кучу фич вместе со своим решением. Пользователь не поймет. Главное создать ядро продукта, проверить ваши USP, а дополнительными функциональностями вы сможете одеть свой продукт еще миллион раз. И так вы не будете тратить время и ресурсы на то, чтобы получить какой-то непредсказуемый результат и потратить время впустую. И предлагаю вам попробовать прямо в понедельник самим открыть тильду, сделать на коленке собственный MLP и посмотреть сколько времени у вас займет такое тестирование. Мы в Авито за последние несколько месяцев раскидали огромный бэклог целого блока продуктов таким подходом. Если у вас займет это больше времени или окажется неэффективным, отпишитесь мне обязательно в чат и с меня-то в таком случае кофе. С вами был Горбунов Дима. Было приятно познакомиться. Буду рад ответить на ваши вопросы. Похлопаем. У кого есть вопрос? Передам микрофон. Так, значит, у меня первый вопрос. Скажи, пожалуйста, есть примеры продуктов, которые вы уже протестировали в Авито таким способом через fake-доптесты? Некоторые продукты сейчас находятся на стадии разработки. Мы протестировали больше десятка продуктовых гипотез за последние пару месяцев. К сожалению, прям точно ответить не могу, но большая часть продуктов прогоняется таким способом. Ну, я правильно понял, что это какой-то лендинг делается, туда нагоняется рекламный трафик, и вы смотрите конверсии. Да, 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 все верно. А потом еще коздаёте людей. Конечно. Куда же без этого. Окей. Ребят, есть ли вопросы в зале? Ресурс тратится гораздо меньше, чем на MVP, потому что, во-первых, в горящие моменты продакт сам может подхватить, условно говоря, когда нет ресурса с точки зрения разработки дизайнеров и так далее. То есть любой из нас может сесть на тильде написать лендинг. Какой-то просто самый обычный, самый простой. И поэтому ресурсов тратится, наверное, только, может, на рассылку, на участие какой-то команды маркетинга, чтобы достучаться до пользователей, показать им этот лендинг. Воспользуюсь тем, что микрофон еще у меня. Тоже один вопрос. У тебя нет чувства стыда перед пользователем, когда ты его на фейковую страницу ведешь? Слушай, сначала очень много стыда было, и казалось, что это какой-то обман пользователя, но в любом случае это не так, потому что мы потом все равно даем какую-то возможность пользователю решить свою проблему. Мы с ним потом связываемся, общаемся и пытаемся понять, какой опыт он пытался закрыть, и в итоге стыда нет. Спасибо большое. Был Дима Горбанов. Похлопленный. А там еще один вопрос есть. Методику в B2B? Ну, в B2B, я бы не сказал, это больше нацелено на B2C-продукты в большей степени. В B2B это тоже можно, мне кажется, применить. В общем и целом. Но я бы шел здесь больше от пользователей, больше от общения. То есть, если у вас B2B-продукт, то я бы попробовал найти точки соприкосновения в сейлзах, посмотреть, ну, с теми людьми, с которыми больше всего общаются ваши заказчики. И чаще всего у них есть уже какая-то информация о наличии каких-то вот этих болей, проблем, которые они хотят, чтобы были решены. Ответил? Все. Спасибо. Всем хорошего дня, настроения. Пока. А дальше с нами Елена Ефимова. У нее такая интересная тема, таинственная. Но, думаю, будет всем интересно предпринимателям, фаундерам, тем, кто занимается импортозамещением. Елена, давай. Всем здравствуйте. Меня зовут еще раз Елена Ефимова. Я занимаюсь, я работаю в компании, которая занимается реализацией внешнеторговых проектов. И я руководитель проектов. Хочу задать вам вопрос. Кто-нибудь закупал какие-то товары в Китае, чтобы продать в России? Или, может быть, ура? А может быть, кто-то закупает железо где-нибудь за границей для своих IT-продуктов? Нет таких. Ну, хорошо, у меня есть уже один слушатель активный. Все впереди. Расскажу про кейс. Однажды ко мне обратилась компания, IT-компания, которая разработала детский планшет в красивом корпусе с интересными игрушками. И решили они производить этот планшет в Китае. Но что касается таможни и логистики, очень важно обращаться на этапе запуска продукта к профессиональному участнику рынка, чтобы не наделать ошибок. Потому что в таможне, так же, как и в банке, история очень важна. И нужно сразу писать ее красиво. С этой целью компания обратилась ко мне, потому что я знаю, как это делать. И мы стали потихонечку выводить продукт. Был зарегистрирован торговый знак, была запатентована технология. Мы сделали документарную упаковку и стали потихоньку завозить эти детские планшеты в Россию. Вначале возили авиамаленькие какие-то партии. Ребята протестировали продукт, загрузили на маркетплейсы, посмотрели, как идет реализация. С каждым разом все лучше и лучше. И в итоге, через какое-то время, мы дошли до контейнерных поставок. Был сделан заказ на фабрику, оплачено производство. Пришел момент забирать. Ну, контейнерные... Кто знает, кстати, сколько идет контейнер из Китая в Россию? Ну, мало ли. Почти как уже верно, да? 80 дней, но из Китая 50 дней. Ну, в общем, долго, долго. Конечно, сейчас появились железнодорожные перевозки. Кто-то везет автомобилем там немножко побыстрее. Можно и в 20 дней уложиться. Но стандартный срок доставки это 50 дней. И пока мы везли этот контейнер, произошла неприятность. Рубль просел относительно доллара. В разы. И тут приезжает контейнер. Декларацию невозможно подать без предварительной оплаты таможенных платежей. Кто знает, кстати, какие таможенные платежи мы платим в России. Авансовый платеж по НДС. Это 20% от стоимости товара. Ну, и таможенная пошлина. Обычная 5-15%. Но, кстати, сейчас по электронике очень часто 0%, потому что мы привлекаем эту продукцию в России. Ну, вот наш пришел день Х. Мы готовы. Подготовили документы. Говорим, ребята, давайте скидывайте платежку на налоги. И мы подаемся. Подаем декларацию для выпуска товара в свободное обращение и в дальнейшую реализацию. Ждем день, ждем два, ждем три. Платежки нету. Мы такие, в чем дело? Ребята, контейнер приехал, уже разгрузили. Хранение на складе тоже стоит немало. Говорит, давайте платежку быстрее. Ну, ребята молчат. Прошел месяц, прошло два. Мы уже поняли, что платежки не будет. Звоним, спрашиваем, в чем дело. Говорит, ну, вы знаете, мы взяли в рублях кредит. И нам тут не хватило. Совсем немножко не хватило. В итоге прошло какое-то время. Команда распалась. Несмотря на то, что я недавно заходила на marketplace, продукт присутствует, но товар нет в наличии. Вот. Но история проекта такова, что на конечном этапе, не рассчитав финансы, проект, прекрасный проект, завершил свою жизнь. И какие выводы можно в этом сделать из этого всего? Ну, первое, конечно, чем больше бизнес ваш, тем больше риски. Чем больше риски, тем больше финансовая подушка у вас должна быть сформирована. Не важно, своими средствами или какие-то инвесторы, но поддержка должна быть. Вот. И кто-то тут сказал, что, ребята, будьте смелее. Во внешней торговле я хочу вам сказать, ребята, будьте осмотрительнее. Здесь у нас на площадке присутствуют банки, которые предлагают хеджирование валютных рисков. Пожалуйста, предварительно, если вдруг встанет вопрос, обратитесь, потому что сейчас с Китаем идет торговля национальной валюте в юанях. Вот. Но если зайдете на биржу, посмотрите последние показатели курса валют, график будет вот такой. Вот. Поэтому не пускайте это из виду. И поскольку у нас тренд на импортосмещение, и здесь сидят продуктологи, пожалуйста, не упустите этот прекрасный продукт детской планшеты. Возможно, скоро он, благодаря вам, в том числе, появится на российском рынке, но бирочка на нем уже будет стоять не сделано в Китае, а сделано в России. Спасибо большое. Спасибо. А, вопросы? Вопросы? Да, вопросы будут? Есть. Скажи, вообще, стоит ли идти в эту нишу, как бы, китай, импортозамещение, или там уже очень много конкурентов, и даже думать об этом подумать хорошо надо, как ты думаешь? Ну, в текущей ситуации настолько рынок волатильный, настолько непредсказуемый, и на самом деле Китай, с одной стороны, дружественная страна, но не все товары сейчас нам отгружаются. Поэтому я думаю, что перспективы есть. Изучайте рынок, находите продукты интересные, не только информационные, но и физические. Вот, потому что особенно для детей важно что-то держать в руках, осязаемое, быть немножко в реальном этом мире. Так что, почему бы и нет, можно пробовать, но обязательно обращайтесь к профессиональным консультантам. Здесь есть мой телеграмм. Уже больше 15 лет я занимаюсь руководством проектов этой области. Пожалуйста. Да, еще вопросы? Да, спасибо тебе за презентацию. Я от многих, кто работал с Китаем, слышал такое мнение, что китайцы, если с ними как-то грубо общаешься, то они тебя сильно обманут. А если вежливо, то обманут, но просто не так сильно. Вот скажи, насколько это стереотип или как бы… Ну, я так скажу, что Китай – это страна, где живут прагматичные люди, конечно. И в переговорной позиции нужно иметь, во-первых, информацию, четко понимать, что тебе нужно, какие твои целевые показатели. Вот. И договариваться. Конечно, они не уступят, но и вы должны со своей стороны понимать свою цель. Поэтому, да, отстаивайте, отстаивайте свои интересы, понимайте свои затраты и договаривайтесь. Не уступайте. Спасибо, Лена. Похлопаем, проводим. Спасибо вам. Всего хорошего. Так, и у нас еще одно выступление, последнее. Оля Умнова из первой грузовой компании, партнера ProductCamp. Встречайте. ОПМ, похлопаем. Ну что же, всем привет. Меня зовут Оля. Я работаю в первой грузовой компании. Это частный крупнейший оператор. Мы владеем грузовыми вагонами. И заметьте, что это не РЖД. РЖД владеет локомотивами и самой инфраструктурой, а мы управляем вагонами. Соответственно, наш основной процесс – это продажа услуг, перевозки грузов. Соответственно, мы каждый месяц занимаемся планированием продаж и наших операций. Давайте сегодня представим, что это такая игра для наших коммерсантов и для логистов. Что мы имеем? Оля, микрофон чуть ближе. Да, хорошо. Мы имеем постоянный изменчивый мир. Это наши клиенты, у которых есть свои продажи. У компании ПГК есть много разных типов вагонов, в которых мы перевозим грузы. Соответственно, представьте, что нам необходимо перевезти уголь, например, с западно-сибирской дороги. Это в Сибири. Соответственно, поедет он у нас, ну, например, куда-нибудь в Новолипецк. Мы повезем уголь и заработаем на это деньги. Соответственно, потом вагон здесь выгрузится и окажется порожним, то есть пустым. И нам нужно будет принять решение, как поступить с ним дальше. Соответственно, либо мы потратим здесь деньги, вопрос сколько. Итого, задача. Дано клиенты и их продажи. Компания ПГК с ограниченным парком подвижного состава. Есть разные станции погрузки и выгрузки. Есть наши доходы и есть затраты. Вот раньше, для того, чтобы смоделировать и ответить на такой вопрос, у коллег из ПГК уходило колоссальное количество времени, и мы теряли миллиарды рублей. А потом появился продукт-оптимизатор. Он так и называется. Мы оптимизируем порожний рейс, там, где мы теряем затраты. Что это такое? Мы, по сути, отвечаем на вопрос, как продавать, с какой станции отправление, с какой станции назначение, у какого клиента, сколько мы возьмем вагонов, сколько мы возьмем товаров для нашей перевозки и какую доходность мы принесем компании. Это моделирование множества сценариев. Чтобы смоделировать такие сценарии, необходимо ядро. У нас есть ядро математического алгоритма, который решает транспортную задачу путем линейной оптимизации. И когда мы внедряли наш продукт, мы, как, безусловно, как многие, наверное, продуктовые команды, столкнулись с основными болями. Вот давайте подумаем, какие боли могут быть. Первая боль – это приживаемость процессов. То есть, представляете, коммерсант приходит на сделку, и там точно существует конфиденциальная информация. Как минимум, клиенты говорят, где и каким парком сейчас перевозят товар. Он говорит, я хочу поехать за такую стоимость, и, соответственно, вы начинаете предлагать ему другую. Вот, чтобы ответить ранее на этот вопрос, уходило более трех дней, как минимум. И вовлеченность большого количества людей, и точность такого решения была не ясна. Она не измерялась ни в каких метриках. Мы внедрили продукт, но коммерсанты и логисты продолжили бояться. Почему? Потому что они боялись запрозрачность информации. Как мы решали эту боль? Наверное, вам интересно. Соответственно, мы работали с каждым из них. Естественно, в продукте есть ролевая модель, она четко ограничена. И мы снимали тревожность у людей через их страхи. Мы говорили с каждым, чего он боится. Раскапывали его, наверное, не только страх, но и ключевое убеждение. И отсюда, опять-таки, понимали, что нам требуется доработать. Что мы по итогу получили? Мы получили просто тысячи расчетов в месяц. Более сотни рассчитанных сценариев по тысяче клиентам. Сейчас текущая подтвержденная экономическая ценность продукта измеряется миллиардами рублей в год. В продукт вовлечено не так много пользователей, потому что он внутренний. На текущий момент их всего 27. Но эти 27 человек продают услуги по всей России. Если вам интересно, как проходить боли, связанные с приживаемостью продукта, компании, которая сама по себе стоит на рельсах, и процессы тяжело изменяемые, и зависят не только от процессов самой компании, мы можем об этом поговорить. Спасибо. Ольга, спасибо. Для конкурента такого продукта нет. Но если говорить про масштабирование продукта на рынок, мы в первую очередь будем выходить на те рода подвижного состава, где мы не конкурируем. На текущий момент у ПГК нет цементовозов. Мы планируем масштабироваться именно там. Там есть ключевые клиенты с большой долей перевозок. Мы их знаем. Пойдем за пилотом к ним. Отвечая на второй вопрос. Прогноз вагонов, соответственно, сети. У этого есть несколько инструментов. Мы все понимаем, что операторские компании взаимодействуют через такую пуповину. Мы связаны с РЖД на уровне данных. То есть первые данные – это наши ГУ-12. Это такая тяжелая, я понимаю, профессиональная терминология, но это реально пуповина. Соответственно, есть дислокация, которая также есть у РЖД. Мы умеем на уровне предиктивной аналитики рассчитывать, исходя из текущей дислокации, исходя из нашего плана продаж, высчитывать прогноз. То есть мы понимаем, какое количество дней занимает груженый рейс, какое количество дней вагон стоит под погрузкой и какое стоит под выгрузкой. В целом на текущий момент точность такого прогноза составляет 60%. Но, честно говоря, это другой продукт нашей компании. И оптимизатор занимается именно расчетом плана продаж. То есть это рекомендации для наших коммерсантов на уровне сделок. То есть они приходят на сделку, открывают ноут и могут оперативно ответить на вопрос и ударить по рукам. Прямо получается там. Ответила? Да, последний вопрос. Передаю. Я постараюсь коротко. Вот на вашей схеме, скажите, пожалуйста, вторая стоимость второго логистического плеча она меняется во времени и прогнозируете ли вы это? Если да, то примерно как или не считать статичными? Смотрите, вот как бы второе логистическое плечо вы имеете в виду, соответственно, наш порожний рейс. Пока я еду, из Новолипецка цены могут поменяться, спрос может измениться. И, соответственно, то, что вы посчитали момент отправления, может оказаться вообще не имеющим отношения к реальности. Смотрите, я расскажу, да, какие параметры влияют оперативно, а какие изменяются не так быстро. Соответственно, наша выручка зависит от той ставки, которую платит клиент. Обычно этот договор заключенный на определенный период, и он не меняется в моменте, да, то есть если это не спотовые перевозки. Соответственно, что может поменяться? Может поменяться второе плечо, верно, это наши затраты, потому что в момент наш математический алгоритм найдет перевозку, у которой порожнее плечо, вот это вот, будет короче, и мы заплатим меньше. И поиск такой перевозки изменяет, то есть изменение хоть одного параметра в текущей задаче изменяет общую доходность, ну, как бы вагона, да, и, естественно, нам приходится перерассчитывать наш план продаж на оперативном уровне. Но есть различные уровни, мы можем говорить про стратегию, да, и поэтому это больше стратегическая такая игра, но есть и оперативный уровень. Все зависит от того кейса, который есть у нашего пользователя. Я понял, спасибо. Спасибо. Оля, спасибо большое за доклад. Покладим еще раз. Спасибо. Спасибо. Спасибо.